в астрономии как и в медицине все взаимосвязано непонятно с чего начинать поэтому я сначала все таки с крупных объектов то есть со скоплений из галактик начну потом опять к звездам вернусь просто ранее все равно надо было дать определение звезды и принципиально описать как она работает сейчас про галактики планирую потом опять про звезды про их типы эволюцию и так далее но понятно что придется все время забегать там непонятно если со звезд начинать все равно придется про галактики но вот звездное скопление это единица которая больше звезды но меньше галактики это объединение звезд причем они довольно старые сейчас установлены которые практически сразу вот как только звезды появились они сразу начали скапливаться некоторые невооруженным глазом видны огромные могут насчитывать огромное количество звезд основные типы это шаровые скопления и рассеянные вот шаровое скопление это собственно крупное сферическое скопление диаметром 10 30 световых лет может содержать от 10 тысяч до нескольких миллионов звезд как правило очень старых то есть первыми формируются шаровые скопления они являются стабильными старыми постоянно существующими содержат до миллионов звезд если с планеты наблюдать за планеты которые где-то там скопление то там на небе все равно будут звезды то есть будет видно четко звезда этой системы на как наше солнце на небе тоже будут звезды они будут очень крупными потому что они близко их очень много то есть можно себе представить ночью то есть основный вот как небо рисуют где звезды не точки вот такие именно щарики вот так будет внутри скопление или как правило это звезды немассивные и массивные звезды не входит скопление они и рано или поздно они взрываются превращаются в генераторики и так далее как правило там со стабильной но и желтой и красной звездой напоминающей наше солнце солнце безусловно погибнет но это сравнительно такая стабильная звезда как правило вот что касается нашей галактики эти шаровые скопления они все вокруг центра галактики результате мы центр галактики видим как млечный путь да вот то что млечный путь это мы видим центр нашей галактики где очень много звездных скоплений поэтому мы видим это как такую дорогу сверкающую это мы видим примерно вот наш центр а мы расположены далеко на периферии галактики мы расположены в спирали вот вокруг центра галактики о котором тоже спорят и об этом я тоже скажу что он у себя представляет но он явно какой-то очень массивный вокруг этого центра прямо целыми скоплениями звезды по эллиптическим орбитам вращаются примерно вот как планета вокруг солнца потому что принципиально там тоже астрофизическая схема спорили по вокруг вычисляли возраст этих шаровых скоплений он получался большим и в результате уточняли возраст вселенной расстояние возраст и все такое часто мерят по скоплениям потому что это самые такие яркие объекты и они звезды в них считает что одновременно сформировались но и вот сейчас в результате всего вот этого в результате моделирования физического результате расчета возраста скоплений вот к этой модели пришли что вселенная образовалась 13 и 2 десятых миллиардов лет назад а первые скопления возникли уже при возрасте вселенной 500 миллионов лет в нашей галактике 150 шаровых скоплений шаровые скопления могут мигрировать через допустим галактики могут разрушаться скопления могут переходить из одну и другую возможно скопление где-то между галактиками хотя в основном как я уже описал пространство сильно неравномерно то есть есть огромные войды во вселенной где нет никаких звезд и ни черта вообще нет и есть вот такие вот всякие промежутки вещества между ними стены все вот эти объединяющие множество галактик множество скоплений так далее то есть по современным представлениям вселенной крайне неоднородно и вот скопление это проявление этого неоднородности шаровые скопления некоторые видны невооруженным грозам например омега центавра первоначально многие скопления считали отдельными звездами потому что там не могли различить постепенно пришли к тому что там в их состав входит множество звезд рассеянные скопления это не шаровые плеяды хорошо видны ближайшие к нам одно из ближайших рассеянных скоплений они не имеют такой физической формы там достаточно молодые звезды и они часто в рукавах вот мы тоже в рукаве галактики поэтому нам видны плеяды которые типичные для рукава галактики рассеянные скопления но где-то вот рядом возле нас внутри них могут быть области ионизированного водорода потому что звезды все равно достаточно близко и они ионизируют водород которые тоже начинают там светиться и на ион распадаться ну как уже говорил из рассеянных скоплений мы видим основу плеяды еще геады есть такие двойное скопление в персее тоже может быть видно даже невооруженным глазом обнаружен также сверх скопления то есть много одновременно шаровых скоплений ну они в общем расцениваются как молодые рассеянные скопления то есть наиболее такая старая стабильная система среди всех звездных скоплений это шаровое скопление она в основном изучается 2005 2011 года обнаружили новый тип скопления промежуточный то есть она походит на шаровое но она менее плотная и ряд признаков шарового не имеет содержит сотни тысяч звезд но они меньше и меньше по плотности меньше по протяжении а больше по протяженности меньше по плотности то есть промежуточное скопление она может быть до сотен световых лет протяженность то есть она огромная но звезды расположены не так близко как шаровом поэтому даже в принципе спорить не является ли она карликовой галактикой могут они могут считаться такими промежуточными объектами между шаровыми скоплениями и маленькими галактиками то ли это большое скопление то ли это маленькая галактика непонятно. В Млечном пути этих скоплений нет, то есть у нас в Галактике Андромеды, в нашей ближайшей, там есть вот эти промежуточные формы скопления. В Млечном пути очень много шаровых скоплений. Значение в астрологии и астрономии большое этого всего, потому что они яркие и по ним, как правило, определяют расстояние, определяют по ним возраст и так далее. Иногда выделяют также звёздные облака, то есть это какие-то просто нечёткие объединения звёзд, сравнительно плотные, но поскольку тут нет чёткого определения, это довольно спорно. А вот шаровое звёздное скопление это хорошо обычно видно и оно чётко выделяется среди звёзд.